Военный городок признан лучшим в 2018 году по итогам всероссийского конкурса среди подобных. Но мало кто знает, что у этой заслуга не только людей в погонах, но и людей в касках. Этот объект самый масштабный в истории Абаканской строительной компании. Но прежде немного истории. Пятая отдельная железнодорожная – Познанская краснознаменная бригада. 24-я зенитно-ракетная бригада и две базы хранения материальных средств, которые делят один большой военный городок в Абакане. Одни строят железные дороги и прокладывают наплывные мосты, другие оберегают покой жителей Хакасии, защищая воздушное пространство. Но солдатам, как и гражданским, хочется комфортных условий и современных решений простых бытовых вопросов. Так и появился военный городок. Абакан как место постоянной дислокации выбрано военными в 1979 году. С годами строились казармы, гаражи, штаб. В том виде, в каком часть запомнили многие действующие военнослужащие, демобилизованные и отставные, просуществовало до 2013 года. Тогда министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ о реконструкции военного городка в Абакане. И уже в следующем началась масштабная перестройка. Перед строителями поставлена задача с нуля построить новое жилье для солдат, автопарки и соцобъекты. Общая площадь застройки 70 тысяч квадратных метров. Это как 10 футбольных полей. И стоит такая махина 5 миллиардов рублей. Причем главное условие – многие здания должны быть доступны и для горожан. Такие, как крытая ледовая арена. Бассейн с 25-метровой чашей из нержавеющей стали. Или культурно-досуговый центр с магазином, кафе и парикмахерской. Впрочем, об этих объектах мы расскажем позже. Сейчас заглянем, как выглядит повседневная жизнь солдат. Товарищ майор, во время моего дежурства происшествия не случилось. Рота занимает согласно распорядка дня. А согласно распорядка дня у солдат срочной службы личное время. Вернулся домой, потому что, герой, вернулся домой живой. В свободное от боевых дежурств время в солдатских общежитиях. Именно так сейчас называются казармы. Военнослужащие могут и в порядок себя привести, чтобы соответствовать требованиям устава внутренней службы. В расположении роты есть прачечная с автоматическими стиральными машинами. А напротив – бытовая комната. Там уже можно погладить форму и подстричься. Комфортными стали сами условия проживания. Теперь это не одна большая комната, где живет под сотню человек. Тринадцать модулей живых по восемь человек. Да. Вот примерно вот в таких условиях они размещаются. В каждом модуле имеется душевая кабина, сушилка, туалет, умывальник, необходимая мебель для солдата. В принципе, можно сказать, солдат размещается в домашних условиях. Все как дома, чтобы комфортнее служилось. Да, очень много усилий прилагается для того, чтобы именно солдат ощущал себя как дома. Много усилий, чтобы было как дома, прилагают и строители. Они уже сдали два таких общежития. Сейчас возводят еще пару подобных зданий. Металлокаркас на бетонном основании обшивается панелями с утеплителем. Перекрытия сделаны с несъемной опалубкой. То есть металлопрофиль остается как дополнительное укрепление бетонного перекрытия. Сами же полы, прежде чем заливать бетоном, армируют. То есть делают металлический скелет. И потом уже заливка. В данной казарме у нас подготовлено все пять этажей уже к отделочным работам. То есть будут у нас делаться перегородки, заливаться полы. Далее последовательно уже чистовая отделка. Параллельно будут проводиться инженерные сети. Останется строителям только привести в порядок прилегающую территорию, оформить газоны и проложить тротуары. И в декабре 19-го новое солдатское общежитие будет готово. Тогда же сюда переедут на постоянное место дислокации военные. За двери солдатских общежитий мы заглянули. А в следующей серии нашего проекта расскажем о социальных и спортивных объектах. И о том, что же еще будет построено на территории военного городка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова